По словам Бердского координатора мероприятия Светланы Шерстобитовой, в Олимпиаде примут участие 40 команд из Российской Федерации, а также из пяти стран СНГ и Монголии. Общее количество участников – более 400 человек. Дети 8-11 классов, и девочки, и мальчики, потому что нам задавали вопрос, а там что у нас, одни мальчишки, да нет, говорят, даже девочек еще больше. То есть желание, наверное, в дальнейшем работать геологами и учиться, получать какое-то образование, то есть направленность вот разная. Юные геологи посоревнуются в поиске полезных ископаемых шлифовым методом, умении проводить полевые геологические наблюдения и метание копья. В рамках Олимпиады ребята представят на суд жюри выставки фотографий, рисунков и поделок из камня. Главным экспонатом станет знаменитый мамонтенок Петя, которого привезут из Новосибирского государственного краеведческого музея. В Бердске планируют создать своего мамонта из песка, а также устроить для детей ледниковый период. 29 числа с 10 до 13.00 на областном памятнике природы регионального значения Бердская лесная дача 50 детей будет вывезено с данного мероприятия на уборку береговой полосы. Как в подарок, вот предложение Евгения Антольевича прозвучало, им будут выданы сертификаты на бесплатное катание в Ледовом дворце. Все 10 дней будут насыщены различными соревнованиями и развлекательными мероприятиями. Так что гостям города будет не до скуки.